Всем доброе утро! Ой, смотрите, смотрите, кто у меня там лежит, вы видите? Миношустик, мама на диване, и он вместе с мамой. А я, короче, это накрасилась. Сейчас вам покажу у меня, что я делаю, что я, ну вот, крашусь. Миношечек рядом со мной, я ему пузико здесь почухиваю, почухиваю. Почухиваю, никто не хочет больше с мамой рядышком находиться. Так, Миношустик. Барашек, барашек мамин. Давала ему это яичко, разболтала. Немножко яичко он ест, чтобы шерсть у него была шикарная, да? Так, а больше он ничего не ест, только вот это вот яйцо. Ну, он мало. У меня же вчера было тесто. Вот, видите, из него я сделала вот это тесто сдобное. Я сделала булочки. Булочки с повидлом и корицей. Там еще у меня рулет допекается с сыром-кошаром. Ну, с твердым, да, или вот тост-пейнери, как он там. И покажу вам еще. Так, ну и вот хлеб, который я показывала вам. Вот такой вот у меня хлеб получился. Миношка тут подзажарилась. Хотя я, ну, с полчаса она потом я убрала вверх, чтобы как бы верхушка не эта. Все равно верхушка вот как-то загоревая. Хорошо мне нравится, хорошо свернут. Ну, это я сама, так знаете, вслух вместе с вами. Трещин особых нет. Это главное для меня. Все. И я сейчас вот заканчиваю все свои дела. Такие, малепуськины. И пойду похожу. Дианусик идет в универ, а я просто пошатаюсь. Мой селедкий, мой селедкий. Привет. Привет. Скажи, какой при этом? У меня глаза закрываются. Все, Диана уходит. Ты ключи взяла, Диана? Это самое главное. Ну, все. Главное наличие ключей. Все остальное это такое дело. Ну, все. Все, давай, с Богом тебе удачи. Диана ушла. Поправь штанину, Диана, задралась. Нет, другая. А где нашишкам забрал? Где наши квитанцы? Он у них стоит в дверях, а у нас нету. Все, давай, удачи. Все, Дианка пошла. Шифталька. Шифталька лежит. Вроде бы все взяла, то я уже ухожу. Так, нулю. Ой, пойду. Тянусь на уроках. У меня выходной. Пойду, похожу, пошатаюсь. Конечно, идти особо некуда, но... Хоть как-то. Хоть выйду чаю выпью. Как здесь погодка? На самом деле я даже не вышла на балкон. Но я думаю, что раз погодится, уже, конечно, не супер жарко. Сейчас еще проверю карту, если у меня деньги на карте. Повернусь к вам. Без очков очень сложно. Или это привычка, или я не знаю, что это. Намыла, как мне написали. Что там, мочалка у меня на голове? Намыла свою мочалку. И иду. Аж кэм, короче, в сутках. Как всегда. Слава богу, уже последние в этом месяце. И все. И будет в отпуске. Недельку. Но он тоже уезжает. Ну, по крайней мере, план такой, что он будет ехать, если не передумает. А мы с Дианкой останемся сами. На несколько дней, сказал, поедет на рыбалку. Шикарное небо. Облака такие, как Влад. Я уже возвращаюсь домой. У меня была встреча. Так хорошо посидели, так хорошо пообщались. Ой, чаще хочется, чтобы были такие выходы, такие разрядки. Чисто посидеть, выпить чаю, пообщаться. Прекрасно. С прекрасным человеком замечательно погуляли. На улице очень похолодало. Ну, на мой взгляд. То есть уже в футболке холодно. Я вот, видите, закуталась в палантин. В палантине. Прям-таки вообще неожиданно. Хотя чего неожиданно? Уже у нас же какое время? Конец сентября, да? Даже хорошо, что до конца сентября такая погода продержалась. И тут Дианка меня там уже ждет. Ну, как ждет? Занимается своими делами. Ой, слушайте, а там на намуса мужчина собирает. Пешком шла. Тут, видите, сразу видно, кто в доме хозяин. Встречают все четверо. Да, Шевтали? Что? И тебя не помню. Чележ? Челек? Ты встречаешь маму? По-моему. По-моему, быстрее прятаться. Ой, все, пришла домой. Развиваемся. Господи. Боже, Дианка. Специализируйся. Правильно. Чаще выталкивай ее из комнаты, потому что оно это не годится. Она просто... Ладно, а что, ты чай не поставила? Не просила. А мама... А зачем просить, Дианка? Ты что, не знаешь, с кем ты живешь? Нет, не знаю. Очень жаль. Я тут зашла. Представляете, мандарины появились в продаже. Купила килограмм мандарин. Вот такие. Дианы. Да. Ну, они кисловатые, конечно, внутри. Сколько? 20 лир. Это я взяла, чтобы лежала в шкафу. Потому что так грустно, когда что-то... Что-то такое не лежит в шкафу. Это Дианы. Диане. Хочет, не хочет, не знаю. Будет есть. Так, ну это тоже, чтобы... И здесь у меня эти, что, персики. Да, персики тоже взяла. Персики по 40 лир. Ну, если быть точнее, 39. Да, миношу стик. То, что он спал. Зачем ты бы удавала спать? А что он делает? Играть с ним, развлекать, чтобы он не спал, а ночью спал. Да, Шифтали? Давай играть с ним развлекать. Да. Хочу. Закончилась первая учебная неделя. И вот Дианка буквально расскажет, как вчера прошел день, как сегодня. Какие уроки были? Нормально прошло. Были, ну, разные. Было... А какие у тебя оценки? Ну, разные, как в том мультике. Как и у тебя. Сейчас. Практически русский. Литература России 18 века. И... Сейчас, как же это называется? Что-то вроде... Секунду. Сейчас я скажу точно, потому что я не помню название предмета. Это типа как история... А, русская культура и её история. Ну, то есть учителя пришли. Вот по этим предметам, которые ты сейчас назвала, это русскоязычные... Да, на практическом русском и на русской литературе это два русских учеников. Учителя. Даже которые, я бы сказала, ну, больше именно на русском только говорят. Турецкий особо не используют. Вот. А история, конечно, была на турецком. Как бы, что я ещё хочу этим сказать? Они в основном рассказывали... Ну, то есть на первой неделе ещё особо, как бы, уроков не было. Ну, да. Даже, как бы, никто не отмечал. Вот вчера, допустим, нет. А вот сегодня, конечно, уже отмечали на уроке, да. Называли там имена. То есть у меня так много учеников в классе, ну, ладно. Да, кстати, сколько у тебя? Уже это ваш класс, который вы сейчас... Я так понимаю, да. Сколько? У меня список, блин. Ну, что, 50. 50 человек, вы слышали? Ну, да. Достаточно много детей, я скажу. То есть они там пытаются на русском говорить, там, если учитель что-то спрашивает. Некоторые достаточно активно даже на уроках отвечают. Ну, то есть некоторые дети стараются, некоторые, ну, так-сяк стараются. Я просто сидела, я просто сидела, слушала. Ну, потому что практически русский это просто как, я так понимаю, как, знаешь, изучение правил русского языка и всякое такое там будет. Там сказали купить некоторые учебники, некоторых детей на это всё назначили. Они занимались сбором денег, вот. И, собственно, вот так. Ну, то есть, например, на уроке вот этого практического русского учительница сказала, типа, не высовываться тем, кто знает русский, потому что, типа, вы будете мешать туркам, проявляться. Да, тем, кто знает русский, ну, у кого русский родной. Типа того, да, она либо хорошо знает. Вот, это ты, ещё вот эта девочка, с которой ты. Да, я, моя подруга, будем так называть, и ещё одна девушка, она из Туркменистана. Поэтому она тоже, как бы, говорит на русском, но я не думаю, что прям она очень хорошо знает там русский в плане там правил и так далее. Доченька, ну, давай честно и откровенно, ты тоже не знаешь правила русского языка. Вот многие писали, да, что вот, она что, не знает? А она не знает. Когда ты изучала русский язык? Лет восемь назад. У тебя просто были, смотри, четвёртый класс. Я изучала там такое, да. Это был русскоязычный класс в Донецке, ты и закончила. Третий класс, ты была в Киеве, это был полностью украиноязычная школа. Ты изучала, у вас не было даже, по-моему, русского языка. Либо же один, там, два раза в неделю. Я не помню, я сейчас ничего не буду. Так я помню. Затем, второй класс, это тоже был украиноязычный класс. Всё было обучение на украинской мове. А вот первый класс, по-моему, вот тут я плохо помню. Мам, ну, первый класс, я не помню. Какая разница до первого класса? Ну, какая разница? Нет, ты просто, я в всё время в основном буду реально говорить. Большую часть своей жизни я получилась в турецкой школе. Конечно. На турецком языке. Поэтому, если я хорошо, я пишу на русском, я могу читать на русском, бегло говорить, читать и так далее. Но это не значит, что я там спец, который знает всё и вся. Ну, так, Дианка, ты не знаешь правил русского языка. Почему ЧКЧН пишется без мягкого знака? Есть такое правило. ЖШИ пиши с буквой ИИ. Ну, ЖШИ я знаю. Вот, понимаешь, масса всеразличных правил, которые ты не знаешь. И вот как ты пишешь, да, ты пишешь достаточно грамотно на русском языке. Кроме того, что грамотно пишешь слова, ты ещё и грамотно расставляешь запятые. Ну, это всё... Честно, я расставляю запятые просто как чувствую. Вот, вот, только хотела сказать, что это всё на интуитивном уровне. И когда подписчики пишут о том, что нашла лёгкие пути, пошла туда и так далее. Ну, то есть, вы понимаете, что она, по сути-то, и не учила русский язык. Она училась в украинских школах. Ну, да. И не знает правил. Да, она говорит на нём. Ну, и что? Ну, многие могут говорить, но это не значит, что они могут делать всё остальное. Да, вот вопрос задают, зачем Диана пошла на этот факультет? У меня вопрос, а зачем в России поступают люди на факультет русского языка и литературы? Зачем в Украине поступают на факультет украинского языка и литературы? Зачем? Ну, реально, ну зачем люди туда идут? Зачем они поступают? Это же их родной язык. Пусть идут на английский, на турецкий, на немецкий и так далее. Ну, то есть это вот такие... Здесь в Турции тоже поступают на Тюркче-Эдебият. Конечно. И, кстати, он очень популярный. Да. Поэтому, ну, как бы это всё такие вопросы. Ну, просто когда подписчики пишут, ну, честно, ну, просто насколько это было сложным поступить. Или, Дианка, я тут придумываю, я тут лукавлю сижу. Конечно, но это не было лёгким, конечно, я же год занималась и ходила и в Дарсканы, и то, и всё. То есть это было очень сложно для меня. Потому что мы спрашивают, почему на русского языка, почему не на факультет английского, почему не на факультет китайского, корейского. Понимаешь, на факультет английского, во-первых, очень большое количество людей туда хотят. Потому что туда идут все турки. Да. И туда, во-первых, тяжело, потому что, блин, ну ты просто тупо должен только и делать, что заниматься английским. Я занималась для ТИТ весь год, я учила математику, турецкий, вот это вот я учила. Я не занималась... То есть школьными предметами, для того, чтобы мы положили весь учебный 12-й год, 12-й класс, на то, что Диана сдала это ТИТ. ТИТ это что? ЕГЭ. Типа да. Да, либо же на украинском ЗНО. Понимаешь, на это все были положены силы. Да, у нее не было репетитора весь год английского языка. Были уроки, да, она занималась, но это неуглубленно было. Потому что, если бы мы распылялись и на ТИТ, и на английский, не выстрелило бы ничто. Ну, конечно, мне бы еще надо было там ходить тоже, блин, на хазырлык английского. Ну, конечно, ну, потому что обучение у нее, понимаете, происходит на иностранном языке. Все равно, как бы ты там ни была, Диана, у меня к тебе вопрос, на каком языке ты думаешь? В основном на русском. На русском, в основном. А? Мне вот это слово, а чего это в основном? Зачем ты это слово сказала? Некоторые сразу на турецком думаются. Ну, вот, видишь, растешь. Ну, не всем. Некоторые просто на турецком есть, которые непереводимы на русский. И, как сказать, у каждого языка есть какие-то слова, значения и фразы, которые нет аналога на русском языке. Ты это, как бы, понимаешь, но ты это не можешь сказать на русском. И поэтому оно просто у меня в голове на турецком идет. Не, ну, это нормально, потому что ты очень много общаешься на турецком языке, очень много слушаешь, все уроки, общение вот в универе, раньше в школе. Это только со мной ты общаешься на русском? В теории, да. А я тоже только с Дианой. Ну, я вот еще общаюсь там с некоторыми девочками, но это же не на ежедневной основе, это, скажем так. Ну, не 24 на 7. Конечно. А так я тоже только с Дианкой общаюсь. А она со мной. Вот и все ее знания русского языка. С тех пор, как мы, Диана, приехали в Турцию, да, она была в шестом классе. И она общается на русском только со мной. Ну, с бабушкой еще. Все. Ну, все. Ну, правда, все. Да. В общем, вот такие вот дела. Ну, что, следующая неделя, Дианка, начинается. Там уже будет все посерьезнее. Кстати, у Дианы еще будет сколько? Два-три предмета онлайн. Три предмета, да, типа онлайн, английский, турецкий и история турецкая, которая обычно там про тетюрка, про вот это вот все. Не знаю, как это будет происходить, я там еще не была. Но в следующей неделе побуду, узнаю. Ну, вот. И сейчас вот немножко у тебя там все устаканится, нормализуется. И нам нужно будет восстанавливать преподавателя английского. Да, в октябре посмотрим. Ну, посмотрим. Нет, я не говорю, что секунду. Вообще я имею в виду в этом году. И теперь уже заниматься английским, делать упор. Но уже не с целью поступления, да, а с целью, господи, скажем так, общего развития. Я просто хочу как разговорный. Да, да, да. Так что вот. Потому что иногда, знаете, вот... Недопонимание. Да, со стороны подписчиков как будто бы какое-то недопонимание. Вот вроде рассказываешь, рассказываешь. Хлоп, перевернули все с ног на голову. Вот то, что перевернули. Или еще взяли, как это... Обласкали. Что так ласково? Палили. Чем только смогли. Ну, как бы, честно, иногда так обидно. Не, ну, с другой стороны, Дианка, ну мы же не показываем, как ты сидишь... Не держи, это же не твоя сторона. Нет, как ты сидишь там, чуть ли не плачешь над учебниками. Как ты зубришь. Как ты в Дерсханы это ездила. Выходила утром. Утром. А сколько? В семь. В семь утра из дому выходила и в семь вечера возвращалась домой. Ну, правильно? Ну, подписчики ж не видят это. Поэтому вот и кажется, что надо было еще тебе... Что ты не выучила еще корейский? Да вообще, что это? Сижу там байки бил, блин, ничего нет. Ну, я шачу. Ну, наверное, это так выглядит со стороны. На самом деле нет. Нет. Те мамы, те родители, у которых дети готовятся к ЕГЭ или там ЗНО, они понимают, о чем я говорю. Ну, да. Понимаешь? А те, у которых дети выросли или еще не доросли, они просто не понимают, потому что они не в теме. Вот и все. Я лично это так оцениваю, поэтому и ни на кого не обижаюсь. Я всех люблю. Спасибо вам, что вы с нами, что вы оставляете комментарии. А тебе, Дианка, желаю с понедельника легкой недели и легкой учебы. Спасибо. Спасибо.